Уважаемые зрители, это город Южный, главная городская площадь Победы. В этом году у нас произошло невероятное событие. Южненцы принимали участие в таком сакральном процессе создания рукотворных игрушек, елочных, на главную городскую южную зону. Художница Лариса Деминишина придумала, идея у нее возникла, сделать игрушки, которые будут по форме напоминать традиционные рождественские пряники. И сделаны они из определенного материала, плотного, прочного, который расписывали вручную жители нашего города Лариса Бергевна Шагеда. Вот мы ее сейчас видим в кадре. Она является куратором этого процесса, так как эта, в принципе, идея возникла у нее, но она уже была доработана и додумана, доведена до такого творческого какого-то концепта. Лариса Деминишина и южненская известная художница. Помощь в процессе космоса была от всех южненцев, кто хотел принять участие в этом процессе. В течение двух недель в южненском центре помощи семье и молодежи. В достаточно большой комнате там размещался стол в центре комнаты и люди. Кто хотел, тот приходил и расписывал абсолютно в свободной форме игрушки, которые теперь красуются на нашей городской елке. Сегодня с 9 утра начался процесс росписи, процесс украшения, развешивания игрушек. Принимают участие в этом, как мы видим, работники МЖКЦ. Вот это их машина. У нашего городской службы коммунальной есть такая машина. Там специально обученные люди с специальными ремнями находится. Один человек, который со страховочным ремнем, с тросом. И Надежда Дмитриевна Конопадская, которая ежегодно по традиции украшает южненскую елку. Так уж получилось, что это ее труд, ее работа. С обмерзшими руками, замученная, бедная, уставшая. Но она это делает, потому что здесь все не так уж просто. Для того, чтобы украсить эту елку, была целая схема разработана. Потому что игрушек определенное количество, их около 400. Еще есть банты, шары, которые тоже раскрашивались так называемыми волонтерами. И все это распределилось изначально по корму, или высчитывалось количество игрушек на каждую часть елки. Потому что она очень большая у нас. В прошлом году была 8-метровая елка, в этом году это елка 14 метров. Поэтому здесь нужно было подойти к серьезным математическим уклонам, так сказать, к распределению этих игрушек. Чтобы везде все было равномерно, не было такого, что где-то больше, где-то меньше. Также тут еще была проблема с самими осветительными, так сказать, приборами. Вот у нас эти гирлянды, которые остались от прошлого года, они тоже распределились определенным образом. Здесь их не будет уже больше, насколько я понимаю, их немного. Но сами игрушки будут играть доминирующую роль. Они сделаны своими руками и детей, и взрослых, людей разных, так сказать, социальных слоев. Это, в принципе, не имело значения для организаторов этого процесса. А вот сейчас уже полчетвертого на улицах нашего города. Мало людей, в основном все на работе. Но все, кто проходит, очень с большим интересом засматриваются на этот процесс. Потому что такое в Южном впервые. Наша елка будет самой, наверное, праздничной, детской и сказочной из всех, которые в Украине существуют. Я думаю, что мы какой-нибудь, может быть, даже приняем участие в каком-нибудь конкурсе. Потому что, откровенно говоря, это такое событие невероятное. И вообще, началось сегодня все с 9 утра, процесс украшения. Начинали снизу, потом продолжили наверху. И все, кто принимает участие в этом процессе, пребывают в отличном настроении. Ну, я сейчас передам слово Ларисе Георгиевне, пусть она расскажет более подробно. Знаю, что елку будут открывать в пятницу, в принципе, экстрим. А в 5 часов вечера торжественное открытие нашей елки. Думали, как украсить елку, потому что она новая. И, конечно, мысли были разные. Мы советовали со всеми, привлекали всех, кого могли. Всех людей, которые попадали в мой кабинет или в круг общения. Конечно, мы с ними обсуждали вопросы, а как же будут происходить эти процессы. И самое главное, какие люди видят. Потому что мы рассказывали, что она такая, вот она вот такой высоты, такой диаметр. Как вот они себе представляют. Потому что так ты себе даже представить сложно, как бы это могло быть. И на День работников культуры, когда собралась у нас практически вся творческая, наш творческий городской потенциал, мы с Ларисой Семеной Деминишиной, с Надеждой Дмитриевной, как-то так сошлось у нас все к тому, что следующий праздник большой, это, конечно, Новый год, это рождественские праздники. А что же мы дальше? А как вот у нас новая площадка такая, привлекая культуры? А может же мы вот тут в артепы? А как же елка? А вот сейчас новые такие какие-то традиции. А давайте попробуем игрушки делать на елку своими руками. Замечательно. Давайте попробуем. Тем более, что столько денег стоит эта елка, и финансовый ресурс ограничен. И что же, как же ее украсить, так чтобы это было достойно. Потому что тех денег, которые у нас мы понимали, что будут, мы вот посчитали с Надеждой Дмитриевной, нам бы хватило всего лишь на 150 стандартных шаров. Даже не таких больших, как у нас там несколько штук будут, которые остались с прошлого года. То есть это такие среднего размера шары. Что такое 150 шаров для такой огромной елки? Это ничего. Поэтому мы понимали, что должен быть какой-то нестандартный ход, для того, чтобы мы и елку украсили, и получили от этого удовольствие всем городом. Вот поэтому. Сами появились те люди, которые начали, опять-таки, нас услышали. Кто-то, мы уже начали эти вопросы обсуждать потом дальше, у меня в кабинете, в общении. И тут же появились наши, а у нас это вместе с волонтерским нашим движением, все параллельно. Поэтому тут же с числа наших волонтеров ребята предложили, обсудили, какой должен быть материал для того, чтобы он не раскис, не испортился. Все-таки целый месяц, 19 декабря до 19 января, наша елка должна быть в тех погодных условиях, которые предложит нам природа в этот период. Это может быть и снег, и дождь, и мороз, и сильный ветер. То есть, как бы, вот это должно быть выдержано. Вот поэтому Олег Дурбала, наш известный волонтер, предложил резать это из магнезитовой плиты. Эту сложную работу они взяли с ребятами на себя, вырезали все эти... А, Лариса Семеновна тут же набросала нам эскизы, что это может быть. Вот определились, что это должны быть ангелы, луны, звезды, елки. Потом еще добавились сапоги. Ну, в общем, короче, уже кто, так сказать, кто во что гораст. Фантазия тут уже у всех, так сказать, коллективно тоже вот отобразила то, что сегодня мы уже можем видеть на елке. Поэтому ребята выпилили эти игрушки. Вот, ну а мы три недели, наверное, три недели подряд. Притом не только по средам, у нас такой волонтерский день среда, мы так определились, что нам удобно собираться не только по средам, но и по другим дням мы собирались и уже интенсивно разрисовывали игрушки. В понедельник мы собрались, доразрисовали шары, те, которые у нас остались, они получились очень интересными, те, которые с прошлогодней елки остались. Они приобрели такую индивидуальность, потому что, конечно, каждый человек, который их в руки брал, он уже смотрел, что из этого шара может получиться, потому что все они имели какие-то свои особенности. Это не новый шар из магазина, это тот шар, который в прошлом году верой и правдой отслужил уже на благо нашего города. И в процессе падения елки он тоже приобрел свои какие-то особенности. Поэтому уже вот эти шары, они тоже, так сказать, были в понедельник расписаны. Мы вязали все очень дружно бантики, которые тоже сегодня украшают нашу елку. Ну, то есть, как бы вот такой вот процесс творческий, он у нас где-то три недели продолжался. И сегодня, вот, слава Богу, наступает финал. Какие краски вы использовали? Ну, кроме того, что была специальная магнезитовая плита, которая не поддается атмосферным влияниям, еще и были применены у нас краски фасадные. То есть, это акриловые краски для фасада с самой высокой прочностью. Производитель дает гарантию на 10 лет. Вот, того, что если на нормальном фасаде, который его не царапают, не стучат по нему чем-то там, то есть, 10 лет такая краска должна простоять.